Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал просто рецепт. Сегодня хочу показать вам свои любимые фаршированные перцы. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этого рецепта мне понадобится перец, примерно 200 грамм шампиньонов, 2 средние морковки, 2 средние луковицы, 2 столовые ложки томатной пасты, ее можно заменить на помидоры, примерно 150 грамм сметаны, я взяла 15 процентную. Также отварила до полуготовности одну чашку риса, вот столько у меня получилось, и до полуготовности отварила полторы чашки зеленой чечевицы. Моя чашка объемом 180 миллилитров. Также мне понадобится соль и черный перец по вкусу и немного растительного масла. Для начинки один лук я нарежу кубиком, очень мелко. А для соуса подливы лук я нарежу на четвертинки. Морковь для соуса натру на крупной терке. Вторую морковку я разрежу, чтобы было просто удобно ее пропустить через мясорубку. В разогретую скорду налила немного растительного масла, выкладываю мелко порезанный лук и обжарю его до легкого золотистого цвета. Теперь через мясорубку прокручу грибы, шампиньоны и морковь. Этот фарш добавлю к луку. Немного перца. Посолю. Поставлю все это на огонь и поджарю до легкого золотистого цвета. Теперь собираю весь фарш вместе. Выкладываю чечевицу. Добавляю рис. И добавляю обжаренные грибы с луком и морковью. К фаршу добавлю черный молотый перец. Немного соли. Хорошо перемешаю и попробую на вкус. Начинка готова. Осталось приготовить соус подлива. Лук и морковь. Обжарю на растительном масле. Буквально обжарю 1-2 минуты. Теперь добавляю томатную пасту. Сметану. Чтобы соус не был слишком кислым, я добавлю еще немножко сахара. Черный молотый перец. И соль. Все это снова поставлю на огонь и потушу 3-4 минуты под крышкой. И пока доделывается соус, я подготовлю перец. У каждого перчика срезаю крышечку и вынимаю семена. На дно кастрюльки я положила уже 2 лавровых листа. Немного черного перца горошком. Добавила еще немного оливкового масла. Теперь фарширую сам перчик. Зеленая кастрюлька у меня оказалась большеватой. Я их переселила в меньшую. Теперь сверху выкладываю соус. Добавляю кипяток. Водичка у меня доходит почти до самого края. Еще немного добавлю соль. Совсем чуть-чуть. Кастрюлю накрою крышкой. Поставлю на огонь. И после закипания буду тушить на медленном огне примерно 40-50 минут. Вот такие замечательно фаршированные перцы у меня получились. Это очень вкусно, сытно, ароматно. Отличный сметанно-овощной соус, который прекрасно дополняет эти перцы, делает их более гармоничными, более насыщенными по вкусу и очень-очень вкусными. Так что готовьте с удовольствием, радуйте себя и близких вкусными домашними рецептами. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Это очень важно для дальнейшего развития канала. Текстовый формат рецептов вы найдете на Яндекс.Цен. Ссылочку я оставлю под этим видео. Я всех очень благодарю за комментарии, за лайки, за ваши подписки. Благодарю за просмотр этого видео. Желаю всем прекрасного настроения, крепкого здоровья. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok